Я буквально ему в рот смотрела... Ну а хоть что-то, предчувствовали, что вот-вот кому-то из вас мозг разорвёт? Да ладно, 20 лет. Ну никого не было, да? Нет, ну я понимала, конечно, что... Теоретически. Ну да, но с его стороны не было никаких позывов абсолютно. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Олег, Леонид и Дмитрий. А невеста у нас Ольга. Здравствуйте, дорогая, проходите. Ольга, 25 лет. Без памяти влюбилась в 53-летнего ловеласа. Но спустя год была отвергнута им без объяснения причины. Ольга, кастинг-менеджер в актёрском агентстве. Гордится тем, что самостоятельно воспитала младшую сестру. Мечтает о карьере стюардессы. Предупреждает, что её опасно выводить из себя. Признаётся, что боится водить автомобиль. Ольга считает, что уже не сможет увлечься молодым парнем, а также обладателем высокого тамбра голоса и усов. Выйдет замуж за зрелого и сильного мужчину, который будет успешен в своём деле и даст повод им гордиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Смотри, что-то принесли. Да, хотели вам вручить. Роди, наверное. Всем. Я поделюсь с вами. Спасибо большое. Спасибо. Как тебе? Нравится? Угу. Нравится. Сколько вам было лет, когда вы влюбились во взрослого актёра? Я знаю, что он был актёр. Да, мне было 20. А ему? 52. Ну, известный хоть? Ну, в узких кругах, да, довольно известный. Он вас чем поразил? Своей харизмой, статусом артиста? Чем? Харизмой, в первую очередь. То есть, я была очень молоденькая. Я пришла в компанию, в которой всегда мечтала работать. И мне нужно было получить информацию по институту. Сначала на практику пришла. И мне посоветовали, что нужно обратиться к нему. Он опытный, тебе всё подскажет и расскажет, что тебя интересует. Ну, хорошо. Мы предупредили. Да, сказали, что такой суперловелас дядька, будь поаккуратнее, очень любит молоденьких девочек. Я думаю, господи, где он любит молоденьких девочек? Какой-то маленький, рыжий. Ну, вообще ни разу не ловилась. Так он же артист. Он же смотрит на себя и представляет, что он Олег Видов. И не успела я к нему подойти, он сам подошёл. Ждала я подружку. Он подошёл, мол, что скучаете? Говорю, ну, ой, здравствуйте, а это вы? Говорит, ну, да, я. Я думаю, господи. Вот. И говорю, вот, мне нужно с вами поговорить. Давайте с вами как-нибудь встретимся. Я получу информацию и как бы всё. Он такой, ну, давай. Вот. А встретились, поговорили. Ну, в общем-то, получила я, что надо. Ну, и всё. А домой-то вас зазывал к себе в гости? А он завёл себе кота. Завёл кота, говорит, приходи, покажу тебе кота. Лёнька просто впился в экран. Не слышит уже. Нет, я слышу всё. Я пытаюсь понять, с какого она района. Вот он показал вам котика. И всё, и показал, и поехал я домой. А, пустил, то есть он надсадно не дышал вам в затылок, пока вы с котиком игрались там? Абсолютно нет. То есть, ну, я, конечно, не такая уж совсем дурочка. Я подумала, что, ну, мало ли, но никаких позывов вообще не было. То есть, вообще, вот ничего, ни капли. Больной, наверное, какой-нибудь. Нет, ну, котика. Я подумала, ну, дружат. Могут же дружить, дядька, с девочкой? Да, дружить. Ну, да. До определенного момента. Да. Вот. Я стала ездить к нему часто. Кино смотрели, кофе пили, котиков смотрели. На одном диване кино смотрели? А, да. Не приставал вообще. А вы-то как себя чувствовали? Комфортно? Мне было безумно интересно с ним. Я буквально ему в рот смотрела. Ну, а хоть что-то предчувствовали, что вот-вот кому-то из вас мозг разорвет? Да ладно, 20 лет. Ну, никого не было, да? Нет, ну, я понимала, конечно, что это может быть. Теоретически. Ну, да. Но с его стороны не было никаких позывов абсолютно. Миниатюрная такая. И у нас, наверное, даже что-то общее с ней есть. Был опыт, когда наши половинки были чуть старше. В какой-то момент уже прошло полгода. Я пришла, задержалась. Полгода? Ну, конечно, радостный. Пойдем со мной. Пошла. Вот. И посмотрели там очередное кино какое-то. Вот. Ну, говорит, ну, пойдем спать. У нее двухкомнатная квартира. Я думаю, ну, хорошо, пойдем спать. Пошла в душ, возвращаясь из душа. Говорит, ты куда? Я была уверена, что он меня положил в другой комнате. Ну, вот прям вот. Вот. Он говорит, ложись здесь. Со мной. Я говорю, а вы где? Он говорит, ну, я здесь. А вы по имени отчеству его звали на лидер? Да, я не могла с ним на ты перейти вообще. Ну, то есть, он старше, короче. Ну, короче, все случилось. Нет, ничего не случилось. Господи, когда же оно случилось-то? Ну, понятное дело, мы там целовались, все дела. Вот, но ничего не было. А вы уже девушка на третьем десятке, блин, ей целовалась все и все дела. Ну, да. Вот. Она девственная. Ну, так на третьем десятке уже и пора бы было бы... Ну, как-то я не думала, что все... Ну, когда случилось-то все? Все случилось позже, прошло еще месяца три. Он благодарил хоть вас за когда случилось все? Ну, мне кажется, для него это обычное дело, и не одна такая дурочка. А вы уже прям любили? Я позже поняла, что... Я поняла тогда, когда он гражданин другой страны. Какой? Ирландия? Рыжий? Испания. Как из Испании? Так он не русский был? Он русский, при этом живет в Испании, в миграции. Когда он мне сказал о том, что, ты знаешь, я вот подумала, наверное, нужно уехать мне домой. Думаю, ну, ладно, может, там кризис среднего возраста настал уже старшечки. А вы же замуж за него собрались, уже же, видать, рисовали картинки. Ну, пока нет. То есть я не понимала, что происходит. И в тот момент, когда я поняла, что я могу действительно потерять, я поняла, что происходит. Что вы любили? Да, почему такая реакция, у меня слезы. И поняла, что люблю его. А сколько по времени с ним были вместе? Ну, около года. А мне вот будет интересна реакция этого мужчины, когда он будет смотреть эту передачу. А как он вам объяснил, что все, больше никакой любви нет? Он сказал, что, Оль, найди себе молодого мальчика, и все у тебя будет хорошо. А он нашел кого-то, как вам кажется, кого-то еще мало? Я приходила к нему, я чувствовала, что, ну, в каком-то таком уровне, что есть в доме другая женщина, без признаков чего-то, не было ни женских вещей. У вас ключи были? Нет, я часто приходила к нему. А помыть, постирать, да, убраться? Да, кино посмотреть. Мы вот были друзьями, в первую очередь. Но однажды пришли и почувствовали запах женщины другой. Задали ему этот вопрос. Задала вопрос, он сказал, что, я говорю, пожалуйста, скажи, что если кто-то у тебя есть, мне будет легче тебя отпустить. Ну, я пойму, что ты счастлив. Ну, скажи, пожалуйста. А он сказал, что нет, я просто привык быть один, а я всю жизнь один, у меня нет... Скажите, и после этого вы все равно хотите, да, себе дедульку опытного? Ну, скорее опытного, да. Скажите, а если будет опять актер? Вы знаете, актер актеру рознь, но у тебя нет диагноза. Ой, нет, я вам сейчас расскажу. Мужчины-актеры, они как бы даже и не люди. Серьезно я вам говорю. Правда, мне было 18 лет, и я была, правда, ничего себе. Модная, жутко, белый свитер, темные очки, джинсы, и я шла по Красной площади. Был тогда звезда-звезда, такой Олег Видов. Мне было 18 лет, я была такая дура. Я, правда, к нему поехала домой в гости, и он гоголем ходил и вертелся, и что-то мне рассказывал. Но тогда женщины, я так понимаю, штабелями ложились, чтобы только от него забеременеть, родить. Но это был нет, плюс красавец, плюс молодой. Вот у меня защитный какой-то рефлекс сработал. Вот сейчас ему расскажи, или, может быть, он смотрит в Америке программу эту. Он и не то, что меня не вспомнит, он даже не вспомнит того эпизода. Всю ночь до утра я голову морочила на кухне, он меня выпроводил, дал какой-то свой фальшивый телефон, видать, только чтобы от меня вот такая вот, понимаете, природная защита сработала. Поэтому они даже не запоминают. Роман с 30-летней разницей, это, конечно, это хорошо. Для мужчины это хорошо, конечно, с одной стороны. С ее стороны большая разница, мне кажется. Друзья мои, что вы советуете своей подружке? Полагаться на свои чувства. Так уж положился один раз, что вышло. Хорошо, что не с ребеночком сейчас сидит, и нам тут слезы как-то не льет. Нет, но это должен быть какой-то надежный, состоявшийся человек. Хорошо, а у вас есть девушка? Есть. А друзья есть ведь неженатые? Да, конечно. А что ж не познакомите? Такую хорошенькую улечку. Знакомил. Что она? Не нравится. Вредина Константинна ждет, не поймите чего? Нет, тебе не нравится. Да? Ждете такую? Ну, ждите. Бывает тоже невысокого роста женщины, но они властные. Посмотри на нее. Ты понимаешь, через какое-то время может это проявиться. А может тебе уже это будет приятно, потому что она, тебя взяла за рога и... Какие рога? Посоветуй, что ли? Ой, это что советовать? Дело в том, что, понимаете, существует два сценария. Не вы первые, не вы последние. Первый. Если хотите в период семейной жизни спокойствие, чувствовать себя женщиной, значит, берете мужчину старше. Как минимум лет на 15-20. Но должны быть готовы, что во второй половине семейной жизни вы уже будете женщиной опытной, еще молодая. Ну, а жить со стариком, поверьте, это очень нелегко. Ну, кому-то нравится. Есть второй вариант. Когда оба молодые, первый период жизни очень сложный, притирается. Вот мои ругаются вообще. Я даже обалдеваю просто от того, что то игрушки делят, то еще что-то такое. Ну, такой детский сад, в общем-то. И это правильно тоже надо пройти. Но когда проходит этот период, то еще оба молодые, но уже вместе, и там уже все хорошо, как говорится. Поэтому вы ответственны за свой шаг. Дима, ты готов к семейной жизни? Конечно, готов. А звезды советует? Ну, конечно, увлекающийся овен, правда. Вам нравятся многие люди, но действительно, зачастую это бывают или молодые, которые даже моложе вас, правда, или те, которые как учителя, как наставники, которые могут дать вам развитие, раскрыть ваш творческий потенциал. Но вы очень любите свободу. По сути говоря, партнер, которого в идеале вы бы хотели получить, когда уже сложатся обязательства, с ребенком. Вот как только беременность будет, тогда, наверное, захотите реально замуж. Поцелуй папу, перед встречей с невестой. Так, поцелуй. Поцелуй. О, молодец. Знакомьтесь с первым женихом. Удачно. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Вы очень красивый. Спасибо. И очень умный. Можно? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Олег. 41 год. Актер театра и кино. Гордится двумя высшими образованиями. Мечтает излечить сына от тяжелой болезни. Признается, что часто опаздывает и никогда не выбрасывает испорченные продукты. Предупреждает, что в отношениях для него очень важна интимная сторона. Пытаясь отобрать ребенка у Олега, его жена пошла на отчаянный шаг, за который пришлось отвечать перед законом обоим супругам. Надеется, что у Ольги уравновешенный характер. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, а что делаете с испорченными продуктами? Я так и думал, что об этом спросите. А как же? Лариса Андреевна. Без отчества, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Я вас очень люблю. Да, мы коллеги, у нас не принято. Да. Так вот, конечно, я их не ем сам. Я просто с детства привык кормить братьев наших меньших. Я не говорю, что... Соседей? Да, нет, не соседей, не соседей. Есть соседи, как братья наши меньшие, на четверюшке. Лапков, да. Да, может быть, у кого-то есть, но я привык все-таки кормить кошечек, собачек, птичек и так далее. Ваша жена бывшая была актрисой? Да, она была актрисой, как пелась в известной песне. Да. И немножечко еще и стриптизом, да, занималась? Да, она зарабатывала этим деньги. Он такой, сиан-маджента. А я знаю, что она, Елена, вам не понравилась, да, девушка? Это чем? Мне она ничем не понравилась, потому что очень человек, который все время добивается всяких своих целей, своих личных целей, любыми путями. Но вы-то откуда знали это? Ну как, это же видно все. Ну как, как вы об этом узнали? Ну как это видно? Вы москвичи? Мы теперь москвичи, но мы жили очень много лет в городе Екатеринбурге. А она приезжая? Она из Петербурга. А когда у вас роман это случился, это было все в Екатеринбурге? Нет, это было уже в Москве. Чтобы проверить, верна она вам или нет, вы ведь ее сводили, вы строили такие ситуации проверочные, да, с вашей друзей? Совершенно верно. И она не велась? Не велась. За деньги? Абсолютно. Абсолютно точно. Я поэтому и хотел уже сделать ей предложение. Лен, ну посмотри, он любит больше себя, чем ее. Ну как бы, вот он сейчас рассказывает, я бы впярился в нее и рассказывал. Не знаю, не знаю. Он сейчас общается с Ларисой, а что он думает про Ольгу я пока не понимаю. Елена, скажите, она вам в лицо газовый баллончик распылила до предложения руки и сердца или после? Я не сделал предложения, я не успел сделать предложение. А что это была за ситуация? Чем вы так ее разгневали? Вы знаете, насколько я помню, это было давно, когда не было еще, да, ребенка не было. Да, уверена. Это было давно. И когда, я же жила в Екатеринбурге, а он в Москве, и я приехала и смотрю, он, у него прямо лица на нем нет. Вообще он очень похудел по сравнению с тем, что он уехал, да. Он нервный стал, очень нервный. Ну что, с такой красоткой похудеешь? Я ей сказала, я говорю, что ты сделала с моим сыном? Ты посмотри, что... Она говорит, я стесняюсь вам рассказать, Светлен, ну что я с ним сделала. И вы знаете, и вот на другой день, когда я встала и пошла в ванную, она стояла в простенке между ванной и туалетом и брызнула на меня газом. Не верю я. Ну не верю, что просто так вы зашли в ванную. Вы понимаете... А она вот прям стоит с баллончиком. Она стоит с баллончиком, понимаете. Вот у нее цель была всех выпроводить. Нет, не верю. Что-то вы ей сказали. Нет, я ни другого не знаю. А скажите, но вы были приветливы. Нет, до этого, когда я приезжала, мы тоже с ней ссорились. А можно я с вами буду разговаривать жестко? Мы почти ровесницы. Вы смотрите. Лен, парню четвертый десяток, он выбрал себе вот такую краску. Какое ваше дело? Не у вас дома, не на ваши деньги. Они друг друга любят. Вы что к ним привязались? Мне почему-то кажется, что в данной семье тут мама очень непосредственно сильную роль играет. Зачем вы сами свекрови провоцируете эти ситуации? Сами. Мне тоже многое, что не нравится. Но все, моя миссия закончилась. Максимум, что я могу, сунуть моему сыну и его девушке подарки, деньги, все что угодно. Все, дальше меня не касается. Понимаете? Если хочешь сохранить сына и мир в семье, не лезьте. Поэтому ваша версия, дорогой мой Олег. Она, к сожалению, никогда не стирала, не убирала, не готовила и так далее. Вот, придрогой. И занимался этим я всегда. Извините за выражение, за подробности, хоть мы не у Малахова. Я стирал ее трусы и носки. Я лично. Нравилось. Мне не нравилось. Потому что... Нет, Олег, не верю. Но мне... Человека очень трудно, почти невозможно заставить делать то, чего он не хочет. Вам это нравилось. Вам нравилась с ней жизнь. Вам нравилось за ней ухаживать. Вам нравилось стирать. Если бы не нравилось... Согласен. Я не говорю, что мне категорически не нравилось. Мне нравился секс. Меня устраивал так за секс. А вот уж маме это и ситуация не нравилась. Это было мое испытание. Я тогда не понимал, что нельзя строить семейные отношения только на уровне секса. Конечно. Вот она нас забеременела. Да. Вы обрадовались? Я не обрадовался. Я задумался, что делать. Потому что, во-первых, я был уверен, что это не мой ребенок. Несмотря на то, что я его не поймал, ни разу не ловил. Потому что у нас почти секса не было. Честно скажу, я бы на месте Ольги его не выбрал. Я не верю, что просто так... Правильно. На родах присутствия, я понял, что это мой ребенок. На меня как будто опустилось знание. Я никогда не знал, что такое бывает. Ну, теперь тоже обрадовались? Вот тогда я обрадовался. Сделали ей предложение? Я не сделал предложение. Почему? Потому что ситуация все равно оставалась непонятной. А вы понимаете, что вы могли бы избежать вообще всех этих конфликтов между вашей женщиной и мамой, сделав ей предложение? Да. Вы понимаете, что вы могли бы избежать всех этих проблем с родами и так далее, если вы сделали ей предложение? Вполне возможно. А вы ею пользовались? Ну, я бы сошел с ума просто. Вот сейчас я это понимаю абсолютно точно. А пользоваться женщиной? Я ошибался. Такое чувство, что она сидит как зритель. Да она хитрая, у нее взгляд такой хитрый, прям мне нравится уже. Хотите замуж? Попробуйте стать стройными. Вам помощь диеты Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Просто ешьте и худейте. Почему сегодня ребенок с вами, а не с женщиной? Потому что она забросила его в первый год жизни, и он сильно стал отставать от своих сверстников. А диагноз поставили мальчик-аутизм? Нет, диагноз был поставлен... Много у нас диагнозов. Официальный диагноз, ДЦП, органическое поражение центральной нервной системы, и задержка психомоторного и речевого развития. Вот три основных диагноза. Сколько сейчас пацану? Сейчас 8 лет ему. Красавец. Никита, это тебе аплодисменты. Она легко вам отдала, пацана? Нет, сложно. Потом она и шантажировала после целый год меня. Но я пытался достучаться. Во-первых, я должен был сделать новый документ, потому что она хотела сначала, как мать-одиночка, получать какие-то деньги. Она не вписала меня в свидетельство рождения. Правильно сделала. Она действительно мать-одиночка. И она должна была получать деньги. Но тем не менее, ребенку надо было что-то делать. Я маму попросил. Я встал перед моей мамой на колени и сказал, мама, пожалуйста, приезжай в Питер и посмотри, что там происходит. Она приехала, прожила там три месяца, поговорила со всеми врачами. И врачи ей сказали, забирайте ребенка, иначе он пропадет. Ей сказали, мне не говорили. Я думаю, она ему не подходит. Как ваш бывший зовут? Марина. Марина, если вы смотрите эту программу, чтобы поставить все точки над «и», приезжайте к нам, найдите такую возможность, спешитесь, вам помогут как-то. Надо выяснить. Можно еще добавить? Да, дорогая. Дело в том, что я прав оказался. Сейчас у нее двое детей от другого мужчины в Питере. И родители этого мужчины, и тот же мужчина объявили ей настоящую войну. Этот мужчина, ее теперешний, скажем так, бойфренд, он попал в больницу после того, как она его избила. В определенной ситуации. Так что... Она, кажется, на ножом кидалась ведь, да? Было такой случай. За поножовщина там была. Была поножовщина, к сожалению. И она себя сама пырнула в живот, да? Она шантажировала на протяжении года. Что если вы ей не отдадите ребенка, она себя зарежет? Нет, она сначала говорила другие вещи, что мне будет плохо, что я... Значит, она боролась за своего ребенка? То есть она пошла... Нет, она не боролась. Она ни разу ему не сделала ни один подарок. Тогда зачем ей самой себя ножом спаривать? А вот это уже к ней вопрос нужно. К ней вопрос обратить. А деньги, Лариса, деньги ушли просто-напросто. Деньги и квартира. Квартира, в которой она жила... Что вам понятно? Скажите, Лена, что... Ну, все, что делала она... Ну, что делала она... Она хотела жить в Москве, в этой квартире. И все, кто ей мешал, она вот таким образом, как со мной, поступала. Знаете, что меня смущает в словах Олега? Очень много местоимения я. Скажите, пожалуйста, мама с вами живет? Да, мы все вместе живем. Вы купили здесь, да? Да, мы купили квартиру. Двухкомнатная квартира, да, довольно большая. Скажите, пожалуйста, Елена, а к следующей своей невестке, которая придет, какие требования будут? У меня? У меня никаких. Да бросьте, конечно, будут. Нет, не будут. Ну, так и притом не просто, а еще утроенные. Нет. И попробуй она что-нибудь сделает не так. У вас же теперь еще внучка, в которую вы все вкладываете. Нет, вы не правы. Я, наоборот, все, что женщина понравится моему сыну, я буду очень рада. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы у них все получилось. А давай прям сразу зайдем и украдем, и уедем. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция и скелет в шкафу. Семейная традиция. У нас семейная традиция, может быть, банальна, но тем не менее она единственная. У нас большая очень семья, у меня еще есть сестра, у нее муж, племянник, который живет в Америке со своей молодой женой. Несмотря ни на что, вопреки всему, мы всегда собираемся на Пасху, сидим за большим столом, обязательно у нас домашняя лапша, обязательно кулич, яйца, конечно. И все рассказывают о жизни своей за этот год и иногда, может быть, какие-то веселые истории. Нет, ну она однозначно, к нему точно не пойдет. Может, она, конечно, и к нам не пойдет. Есть у вас сюрприз для невесты? Да, конечно, есть. Давайте посмотрим с удовольствием. Я прочту стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, поскольку лучше него об этом, как мне кажется, никто не сказал. Я вас люблю, ведь я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, но в этой глупости несчастный у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю и мочи нет, сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Ну, я не хочу говорить сразу, я вас люблю. Это невозможно, по-моему. Конечно. Алина, жальтесь надо мной. Не смею требовать любви. Ах, быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня. Нетрудно. Я сам обманываться рад. Спасибо большое. Спасибо, Олег. Спасибо, Елена. Спасибо, Никита. Проходите в свою комнату. Это самое простое, что можно было рассказать. Что ваша интуиция, ваш небольшой опыт подсказывает по поводу Олега? Я так думаю, что это не наш вариант. Почему? Потому что мне кажется, что 40 лет, 41 год, какой-то уверенности в себе нет. Ну, Оля хочет взрослого. Оля хочет взрослого, но уверенного в себе. А уверенность, это как вы определяете? Каким критерием? Ну, вот если бы, например, его ровесник Гоша Куценко пришел, он вел бы себя совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Это называется уверенность. Но, опять же, здесь, как мне показалось, Олег попытался изобразить себя жертвой, что, как бы, бывшая жена такая нехорошая и так далее. Как бы то ни было, ну, как бы было и было. Это был его выбор. Да. Екатерина? Я абсолютно согласна с этим. Слишком много было обвинений жене. Она не была его женой? Ну, да. Это была несчастная девчонка, которая зарабатывала, как могла. Он умирал, хотел. Она, естественно, не могла понравиться. У мамы другие планы на сцену. Мама умирает. Видели, как она смотрит, когда он читал стихотворение? Мама умирает от любви, что вполне естественно. Понятия не видит никаких недостатков. Есть такие сумасшедшие мамы, которые к своим детям не объективны. Я, в конце концов, покаялся, я исповедался. Роза, как тебе жених? Не, ну, люди разные, собственно говоря, бывают. Но мне, конечно, такие мужчины непонятно. Вот по мне бы лучше бы деньжата были. Вот у Куценко есть деньги. Все, пускай это, да, и изображает чего-то. Главное, чтобы деньги были. У него сложная довольно ситуация. Конечно, привязанность к маме будет всегда. Но начиная свой путь какой-то определенный, этот человек через 4-5 лет, вот 3-4-5 лет, он всегда переживает кризис испытаний, через которые или перешагивает, или нет. И, с одной стороны, противоречивый скорпион очень. Человек, который может упорно работать, но теряет силы от вещей, которые там касаются и личной жизни, и действительно перерабатывает до изнеможения. В любви, я бы сказала, в браке, ищет идеалы. И будет искать всегда. Мне кажется, у Ольги скепсис. А нет, а мне кажется, что она и божелеет. Проходите, знакомьтесь с вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Леонид, а что, вот прямо как увидели женщину, сразу поняли, что хотите от нее ребенка? Да, это была удивительная история, потому что я сам испугался, но тем не менее, когда я вот просто увидел, я зашел в гримерную, тогда работал в театре еще, увидел вот и первая мысль, хочу от этой женщины себе ребенка. У меня такое тоже было. Родили. Да. И я тоже поздравляю. Слушай, похоже, знаешь, на кого-нибудь знатока. А сейчас вопрос, да, господин ведущий? Слушайте, ну вы приехали, и очень при странных обстоятельствах познакомились с ее родителями. Вы где-то там в позе часотку поцепили. А, да, там это было бы смешно, потому что, ну, времена тогда были сложные довольно-таки. Девяностые? Девяностые, да. И когда я познакомился со своей будущей женой, то никакого подарка она мне не могла сделать, потому что там был сразу мой день рождения, очень быстро. И она не могла сделать никакого подарка мне, но хотела. И она говорит, что я делаю тебе подарок, я приглашаю тебя в Москву. Хочу тебе показать Москву. Ну, и я приехал. Вот. А я пока ехал, в поезде подцепил часотку. И все те две недели, которые я жил у нее... А что вы делали в поезде? С кем вы там прошивились-то? Лариса, если кто-то прикоснулся к тебе, там уже сотка, все. И все. И две недели моя будущая жена меня гладила там все эти простыни, мы мылись какой-то, мать умазались там. Вы знаете, это карма у нас студентов гитмика. А у меня, когда нас на картошку послали, в ши появились. Видите, у меня длинные волосы, я такая девочка красивая. Мама приехала ко мне, кормит, а я делала так все время. Она говорит, ты что дергаешь картошку, говорит, в воздух. А у меня так это поползло. Так что это у нас такая тарма, отрабатываем. Ужас. А кто бы мог подумать, глядя на нас, правда? Да. Ну, в результате женились, ребенка родили. Да, женились, родили. А потом прописочку получил московскую, как Роза говорит. Там не так все просто было, на самом деле. Ну, конечно, что легко-то вам даст ее. Я был прописан и жил тогда в Эстонии. Вообще, я родом из Эстонии. И мне пришлось там продать квартиру, оставить комнату в Питере, которую мне дали там все. В общем, я сжег все мосты и переехал в Москву. Переехал, будучи женой. Ну, вы объединились просто, да? Правильно. Я просто хочу Ольге раскрыть глаза. Я же сказала, они как не люди. Ты же помнишь Ефима Исааковича Байковского? Да. Ну, царствие небесное. Ну, разве он не людь? Лень. Да. Ну, короче. И что, сколько вы с ней прожили там? Миллион лет? Прожили, хороший вопрос. 17 лет, что ли? Да. И что, кто первый от кого загулял? Хороший вопрос. Но я не интересовался тем, что там, гуляет ли она от меня. А что вас не устраивало? Я знаю, что вы любитель тишины, а она громкой музыки. Наоборот. Я очень люблю музыку, я всю жизнь любил музыку, а она любительница тишины. В итоге оказалось, что мы очень разные люди. Как только вырос сын, в общем, я понял, что нас больше ничего не связывает. Вот вы развелись. Да. А развелись очень хороший повод был. Ну, как бы, хороший, в кавычках. Я влюбился в очередной раз, но влюбился так, что... Ну, то есть, тут все совпало. И то, что мы уже расходимся, уже, в общем, мне было ясно. И я влюбился, и избранницу мою звали Ольга. И до того, как я в нее влюбился, мы были довольно долго знакомы. Но, как только я влюбился в нее, у нее поменялось отношение. Артистка? Нет. Нет, обычно. Нет, зрительница? Коллега по танцевальному цеху. Ой, кстати, по поводу танцевального цеха. А что это за танцы? Или взрослые танцы? Ну, это тогда прозвучало смешно очень. Это что такое? Называются танцы West Coast Swing. Swing западного побережья. Есть такой... Мы свингеров знаем, приходили к нам. Вы знаете свингеров? А это кто? А про это сенатора вы знаете? Нет, я знаю. Она знает, я не это. Сенатора поет в стиле свинг. А вы танцуете в стиле свинг. Вы там раздеваете? А я танцую в стиле свинг. Нет, конечно. Не раздеваетесь? Хочу за взрослый танц. Смотри, как она смотрит. Ну, он ей понравился. Да, да, да. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Что осталось-то после дележата? Ничего не осталось, я все там оставил. Опаньки! А вы что, на нашей территории, что ли, в вашем возрасте? Я не знаю, что за территория у вас. Нет, а вы жить где будете? Где вы жить-то будете? Будем снимать. Я все-таки уточню. Я вас правильно понимаю, вам уже почти 50 лет. Да. У вас нет ничего, кроме одежды и одна смена белья. Еще автомобиль. А, ну и хорошо, еще автомобиль. Вы детей еще, у нас девушка молодая. Да. Ну, как вы можете детей? Могу. А содержать этих детей? Ну, хотя бы ребеночка одного. Думаю, что сможем. Как ты думаешь, она его выберет? Так еще третий будет. У вас есть два бонуса. Спелет в шкафу и свидание наедине. Свидание наедине. Идите, а мы поспредничаем пока. Да. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Володечка и Женечка. Здравствуйте. Работаете вместе с Леонидом? Нет. Мы, ну да, с Леонидом мы... Женец, тебя давай. А, он красный моего сына. А с вами? А мы вместе познакомились на проекте, ну, на спектакле, на мюзикле, в мюзикле. И, в общем, с тех пор мы дружим. Ну, что боишься-то? Я не боюсь. А зачем я вам такая молоденькая? Слушай, сейчас мне зачем? Я не знаю, посмотрим. Зачем мы друг другу обрадим? Главище, конечно. А вот мне скажите все-таки, жена молодая, ее содержать надо. Он же не инвалид, он же работает. Ну, вот я спрашиваю, ну что, знаешь, инвалид порой больше свою пенсию получает, чем это ж. Послушай, ты слышала голос какой? Как Сережка Чинишвили. Он может просто в кровати лежать, к нему приедет с микрофоном и будут записывать. Это даже ему можно толстеть, я не знаю, освиневать. Голос божественная, редкость большая. Он всегда будет иметь. Ой, сейчас у нас тут все-таки глаза божественные. У тебя точно нет, Роза. Зато мне платят, а ему еще неизвестно, платят ли нет. Нет, Леня и снимается в кино, и озвучивает очень много. Ну, вот деньги там, звезды, что говорят. И дубляж, и озвучание, и реклама, и все что угодно. Ладно, ладно, я что за себя переживаю. Вон за девчонку молодой, совершенно безголовая сидит. Я хочу вот что сделать. Можно? Можно я руку? Маленькая. Это ручка? Да, как ребеночка. Детская. Детская. Не страшно? Нет. А что страшно? Ну, большая рука, маленькая. Нет, у вас не такая большая, необычная рука. Хорошо, спасибо. Что вы поняли? Какие-то внутренние ощущения хорошие. Надо жениться на простой девушке, которая будет ему и бульончики привозить на съемочную площадку. Правда же? И будет его мотивировать, чтобы он больше работал. А потом, когда правильная жена у актера, то и актер начинает вести, работа и так далее. Правильно? А если какая-нибудь гадость рядом с ним, то даже очень хороший артист погибает. Понимаете? Да. Сюрприз какой? Я бы хотел пригласить Ольгу на танец. Батюшки, а что-нибудь по ЗК вырезать? А поесть бы чему-нибудь. Станцевать бы для нее, спеть, ну, честное творение прочитать. Поехали бы танцуете, я хочу посмотреть, что это такое. Это парный танец. Это парный танец. Спасибо. Видите. Позвингуйте. Нет, нет, это не сунька, это что-то другое. Он похож на оперного пиксара. Мне тоже так, что он что-то поет. Это мальцы. О, это мальцы. О, это мальцы. Вот да. Только вниз не смотрю. Только вниз не смотрю. Я смотрю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Раз, два, три. Ой, большой. А что, хорошо держится она? Молодец. Спелы напрягают. Мне запрыжилась голова. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Глаза кружилась. Да. О, очень. Рад еще. Нет. Он ее сейчас закружит. У нее голова закружится и все. Спасибо большое. Все, спасибо. Отлично. Молодец. Владимир, Евгений, забирайте с твоего друга Леонида и проходите в комнату. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо. Ну что же вы? Такая... Очень закружилась голова. А что у тебя голова кружит? Отлюбленная, что ли, нет? Нет. Не знаю. Так понравился? Нет, такой большой. Как кружится головами. Ну да. Он будет, да, он действительно, он высокий, он стройный. Сколько у тебя рост? Метр пятьдесят пять. А где ты? Нет, метр пятьдесят. А мне метр пятьдесят четыре. Так что не волнуйся. А я вот люблю высоких. Значит, хороший такой. А у меня голова кружит. Дениса и Екатерина. Мне понравился. Да. А вы, Дениса? Хорошее чувство юмора, по крайней мере, могут дружить. Ты ее в правильном направлении закружил, посмотри. Он очень взрослый. Но вам не привыкать, он пацан по сравнению с вашим бывшим. Да, но вот мне не хватило стабильности почувствовать в нем. То есть в таком возрасте мечтать построить дом, но он уже должен быть. Нет, на квартирный вопрос. Молодец. А то я уже что-то разочаровываться начала. Роза. Да все сидит, она что-то про какую-то там любовь говорит. Все правильно. Ты знаешь, он какой-то такой вот, он такой хорошенький. Он, скорее всего, для взрослой женщины. Вот как для меня. Потому что мне, в принципе, и нести можно быть даже тяжело. Но бросить, я точно не брошу. Понимаешь, вот как бы это свое такое, в общем-то, это. Но мне не надо. Мы когда были наедине, она была очень спокойная. Меня вдруг заколбасило, так я вообще не понимал, что делать. Вы все должны про себя понимать. Конечно. Не будет очереди даже из троих. Поэтому если сегодня за вас пришел бороться Леонид, красивый, молодой, здоровый, высокий. Представляете, дети какие от него будут. Ну что, мне падать на внешность его? И на внешность тоже, конечно. Он пришел за вас бороться. А так останетесь одна просто. У него достаточно, так сказать, бонусов, чтобы на него обратить внимание. И качеств. Он прекрасный друг, он прекрасный человек. Видно же, на лице написано, что он добрый. А то, что он целеустремленный, слава богу, значит у него все получится. А что звезды? Стрелец и Овин очень часто притягиваются друг к другу. В этом союзе есть желание развиться, есть возможность развить друг друга. Дать толчок, желание дальше двигаться. Вот что самое главное. Это ваша молодость, ваша яркость, ваше свежее восприятие жизни. Для этого человека важно, так же, как для вас его опыт. Он умеет заработать, но ему нужно для чего? Понимаете? Он точно так же будет оставлять и вам все, как предыдущей женщине. Но ему действительно нужно для чего? У вас прекрасная совместимость. В холодных знаках находятся Венера и Марс, и у вас и у него. Внезапно может возникнуть любовь и страсть. Спасибо большое. Знакомьтесь с третьим женихом. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Это вам. Спасибо. Надеюсь, я пройду ваш кастинг. Ну, вам. Спасибо. Дмитрий. 30 лет. Менеджер по развитию караоке-клубов. Гордится тем, что помогает детским домам. Мечтает о доме на Кипре. Признается, что по ночам записывает свои мысли на диктофон. Бывшая возлюбленная Дмитрия и его новая избранница так хорошо поладили, что он почувствовал себя в этих отношениях третьим лишним. Надеется, что Ольга окажется мудрой девушкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, ну поделитесь, какую последнюю мысль ночью записали? Как выжить после этой программы, после этой красоты? Столько эмоций и волнения. А что делает здесь такой юнец? Интересно. Тридцатилетний? Да, тридцатилетний, да. Мне кажется, не стоит, ну зачем? Что там за запутанная история между вашими двумя бывшими возлюбленными? Сейчас расскажу. Одна из моих бывших возлюбленных была моей супругой. Прямо официальной? Официальной супругой. Да, я был женат, два раза женат. Так получилось. Познакомился со своей второй женой в возрасте 23 лет. А ей было? А ей было... На десяточек побольше? Немножко побольше, да. Совсем чуть-чуть, да, 33. Познакомились мы в караоке-клубе. Очень бурно у нас все сразу началось. Все закрутилось, завертелось. Влюбились. И через, буквально, наверное, месяца через три стали уже жить вместе. А где-то около, через год оформили свои отношения. Ну, что ты думаешь? Ну, мне он не понравился. Что я думаю. Ну, и какое-то время прошло. Вы поняли, что живете, ну, не с мамкой, а со старшей сестрой, можно сказать. Можно сказать, да. Спустя какой-то небольшой промежуток совсем времени. Просто дело в том, что, если уж, как говорится, рассказывать все, то рассказывать все, то получилось так, что изначально мы были немножко на разных, в разных весовых категориях. Она была состоятельная? Она была, не сказать, что состоятельная, она была с большим количеством возможностей в этой жизни. На чьей территории жили? На вашей? Нет, на ее. На ее жили территорию. Ну, понятно. И дальше. И дальше. Наверное, больше зарабатывала связи. Да, да, да. Вы приезжей? Да. А она москвичка? Ну, она не совсем москвичка, она москвичкой стала со временем. Ну, к тому времени, как вы с ней стали жить, у нее была своя квартира. Да, да, да. А вы приезжий, молодой мальчик. Понятно. Вы самостоятельно не могли ни костюмы купить для себя, да, ни выйти куда-то, ни принять решение. Все через совет. Самостоятельно я это сделать мог. То есть, на тот период времени возможности у меня хватало. Но все подвергалось критике, да? Но все подвергалось, да. Безусловно, критике. Это не так, это не эдак. Давай лучше сделаем так, как я говорю. Ну, то есть, а мне, ну, не получается. Вы первые не выдержали из педы, у крыла сбежали? Первые не выдержали. Или у нее к вам вопросы? Нет, у нее ко мне вопросов не возникало никаких. А вы от нее сбежали, когда у вас уже что-то наладилось с работой, с деньгами, с квартирой? Да не совсем еще наладилось. Или в никуда? Не так, как хотелось бы. Ну, по большому счету, в никуда. То есть, я занимаюсь тем, что... Занимаюсь продвижением и раскручиванием ночных заведений. А девушка-то появилась у вас во время все-таки проживания? А девушка появилась уже спустя... Нет, это появилось спустя 4-5... Ну, спустя 4 года. А как же она познакомилась, ваша бывшая жена, с ней? Это остается для меня до сих пор загадкой. Они подружились каким-то образом? Они каким-то образом, да, нашли общий язык. И получилось так, что... Стали дружить против вас? Стали... Не то, что стали дружить против меня. Они дружили настолько активно, что пытались испортить мне и карьеру, и жизнь. Стали дружить против него. Против него стали дружить. А против кого не дружат, интересно? Девочки всегда против кого-то дружат. Как вам, Ольга? Милая, интересная, но, мне кажется, все-таки есть такая небольшая доля маски. Может быть, вот время, проведенное с... Я так понимаю, в отношениях с актером были, да? Все-таки, наверное, дало о себе знать и немножечко играть. А в чем ее игра? А в чем вы заподозрили? Может быть, это не совсем актерство. Может, я не совсем правильно выразился. А что тогда? Выражайтесь правильно. Выражаюсь правильно, хорошо. Есть вот некое присутствие... Ну, может быть, не совсем настоящего. А не простовата? Ну, она просто такая. Или чересчур простая. Может быть, так. Может быть, так. У него какой-то нервный тик. Это не очень хороший признак. У нее? У него. У вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Хотите узнать или нет? Правда, не хотите? Давай посмотрим. Нет. Это вот когда ты будешь на этом месте сидеть, будешь смотреть. Я там не буду, нет. Ну, хорошо, ваша воля. Я тоже не люблю эти скелеты, терпеть их не могу. А сюрприз покажете? Да. Пожалуйста. А что там еще будет? Сейчас сюрприз. Что там лучше? Да. Девушки отдыхают. Я не верю вновь своим глазам. Я за эту встречу все отдам. Может быть, со мной не по пути. Знаю, ты должна сейчас уйти. Желаю тебе из тысячи звезд одну. Хочешь, я тебе дам совет? Никогда не показывай то, что ты поешь. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную. Спасибо большое. Спасибо, парни. Проходите в комнату. Дениса и Екатерина. Хороший парень. Нет, но вы все время что-то там перешептывались. Хороший парень. Понравился? Чем? То, что на вас похоже внешне. Ну, уверенно. Я это ему и сказала. Правда? Похоже, что не похоже. А вы что скажете? Хороший. Не актер. Слава богу. Послушайте, такое ощущение, что прямо у вас были такие актеры. Я просто их боюсь. Правильно делаете? Не надо ночью их каровать. Ну, ты хорошо выступил так? Конечно. Я вообще просто встал наручную. Нет, нет, нет. Ты нормально. Все-таки мужики странные. Вот, конечно, вы сейчас не дотягиваете до него. И он вот такой вот. Не вы сейчас выбираете, а он выбирает. Вот если разорвет эту порочную тему, поможет вам вместе как-то? Разглядит ваш внутренний мир и душу вашу красиво. Все будет не так, найдется следующий, который его опять кинет, и все пойдет по кругу. А так хорошее. Может быть, он перестраховался в страхе, что вы к нему не пойдете. Нет, я бы на него обратила внимание. Нету, конечно. Вы смотрите все очень даже неплохо. Слушай, ну Лариса говорит, обратить на меня внимание, это, конечно, сильно. Хотя у меня сейчас вот так вот сердечко. Дмитрий Козерог, для него нет авторитетов, прямо вам скажу. Он проверяет людей, и для него авторитеты только те, кого он считает таковыми. Надо сказать, что, конечно, Венера с Марсом находятся в рыбах, чувствительный очень человек, но пытается подчинить себе партнера. Из-за некоторого комплекса Наполеона, и из-за ваших совместных аспектов, здесь же в пятом доме солнце с Юпитером, и луна в Альве, поэтому сам играет. И ему кажется, что другие играют. Вы ему не будете понятны, потому что вы Овин, а с Овнами не всегда у него складывается, вряд ли. Слушай, ну у нее глаза-то, смотри, заблестели. У кого у нее? А мне кажется, совсем наоборот. Кого видите рядом? Ну, более искренним показался Леонид. Спасибо, что вы скажете. Мне понравился второй жених. Слушайте, сейчас не соревнование, конечно, но мне дико азартно. В старину предки про психологию не слышали, но мудрые вещи говорили. Не люби богатой бедную, не люби хорошей вредную, золотой полушку медную. То есть к чему говорили? К тому, что ровня нужна. Молодые с молодыми, как ты всегда говоришь, старые, ну, свой век коротать, в общем-то. Конечно, из молодых здесь только Димасик, в общем-то. Я бы за него, но он, к сожалению, вас не выберет, мне так кажется. Ну, конечно, он сейчас из приличия выйдет, вы постоите, поулыбаетесь. Нет, не дотягивайтесь. Но это как раз и вам разговор о том, что дотянуться надо. Кого я желаю? Димочку от. Все-таки девочку третьего? Да, конечно, ну что, будет куда расти, они любят расти-то, пускай растет. Я бы на свидание с ней сходил, на самом деле. Привасил бы ее на свидание. Ну и правильно. Но не более. Совместимость с Леонидом наибольшая, потому что вы его сейчас даже не подозреваете, но вы вдвоем можете взорвать друг друга и просто обновить свою жизнь. Еще и к нам придете с ребеночком. Одна. В общем, в любом случае... Одна или втроем. Мы вас поддержим. Кого бы вы ни выбрали, сейчас проходите. Мы с вами. Друзья, выходите, давайте Ольгу поддержим. У нас есть прекрасная пара Ольга и Леонид. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, я рада за вас. Спасибо. 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 Продолжение следует...